Меня зовут Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня расскажу о том, как решать свои задачи для некоммерческого проекта с помощью участников платформы IT-волонтер. IT-волонтер – это онлайн-платформа, созданная Теплицей социальных технологий для помощи некоммерческим проектам. Если вам нужна помощь программиста, дизайнера, журналиста, копирайтера, фоторедактора или других специалистов для решения задач в сфере цифровых технологий, тогда эта платформа для вас. На данный момент уже решено 102 задачи, а общее число участников – 1599 человек. IT-волонтер позволяет как создавать свои задачи, так и исполнять задачи других пользователей. Главное, чтобы задания и проекты, публикуемые на платформе, не противоречили всеобщей декларации прав человека. Для использования платформы необходимо зарегистрироваться, заполнив форму, придумав логин и пароль. После регистрации можно внести правки и дополнения в свой профиль и указать более подробную информацию о вас, как исполнителе или как о человеке, которому нужна помощь. В своем профиле можно увидеть свою статистику – это пирожковый рейтинг. Человек получает виртуальный пирожок, как только завершает задачу, к которой присоединился. Чем больше ваш пирожковый рейтинг, тем больше доверия к вам как к исполнителю. Также можно увидеть статистику по участию в решении задач, а также числу поставленных задач. В зависимости от баланса создаваемых и выполняемых задач у пользователя может быть один из трех статусов, который в процессе времени может меняться. Первый – участник. Пользователь, который чаще ставит задачи сам. Активист. Пользователь, который как создает задачи, так и участвует в задачах других. Если вы выставили столько же задач, сколько было закрыто при вашем участии, то ваш аккаунт имеет тип активист. Супергерой – это пользователь, который самоотверженно проявляет себя на ниве IT-волонтерства. Если количество задач, закрытых при вашем участии, превышает количество задач, поставленных вами, то ваш аккаунт имеет тип Супергерой. Создать новые задачи легко, нажав синюю кнопку сверху справа. Далее нужно заполнить поля со всей нужной информацией о задаче для будущих исполнителей. Также нужно выбрать срок исполнения задачи, дедлайн, а потом выбрать тип награды для того, кто вашу задачу решит. Выбрать можно один из вариантов, которые предложены. Для того, чтобы вашу задачу можно было найти в будущем, рекомендуется ввести один из тегов. Теги очень помогут, так как со временем задача пропадает с главной страницы ввиду появления новых задач. Ее можно будет найти только по прямой ссылке или с помощью поиска. Также можно отметить галочку, если вам потребуется консультация наших специалистов. Задачу сначала можно сохранить как черновик и посмотреть, все ли заполнено верно. Далее можно либо внести изменения, либо опубликовать задачу, а также удалить ее. После публикации задача появляется в общем списке задач. В каждой задаче можно ввести обсуждение в комментариях, а также остановить публикацию задачи, нажав на красную кнопку. Типлиц социальных технологий публикует дайджесты лучших заявок АТИ-волонтера на своем сайте. В рассылке и социальных сетях увеличивая вероятность оказания помощи. Теперь посмотрим, как работает поле поиска задач для тех, кто хочет стать волонтером и помочь решить задачи. Здесь можно выбрать задачу по статусу «Открыто» в работе ли решено, по сроку исполнения и по типу награды. Такой поиск очень полезен для тех, кто хочет применить свои навыки и найти задачи по силам. Переходя в интересующую задачу, можно нажать «Предложить помощь» и написать автору задачи, если вы исполнитель. Таким же образом, авторам задачи будут приходить уведомления о предложении решения задачи от участников. Также можно увидеть, кто еще предложил помощь для решения этой задачи. Таким образом, платформа АТИ-волонтер поможет найти волонтеров для решения ваших задач, а также поможет применить ваши навыки и стать исполнителями для других некоммерческих проектов, повышая этим свою социальную ответственность, добавляя работу в свое портфолио и получая реальный опыт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!